На зелёной полянке На зелёной полянке Возле самой тропинки Пустяки не беда По тропинке знакомой Я не вру никогда Добежал я до дома Пустяки не беда А навстречу ботинки Мне идут по тропинке Приминают тропинки Пустяки не беда И мой правый ботинок Я не вру никогда Говорит мой ботинок Пустяки не беда Мы отправились двое В королевство такое Где и горе, не горе И беда, не беда Я расскажу вам сказку О злом короле И его весёлом слуге Иржике О красавице с золотыми волосами И о том, как звери Отплатили Добром за добро Это очень старая сказка Но в ней всё-всё правда Ну, какая бывает в сказке, конечно Вы слышите, трубят трубачи Это значит, король просыпается Да-да, тот самый старый злой король Из сказки Проснулся король И значит, сказка уже началась Король батюшка просыпается Король батюшка просыпается Ясный сокол глазки открыл Солнце наше красное проглянуло Тише, тише Король батюшка рот открывает Хорошо ли почевал король батюшка? Какие сны видывала Не болит ли чего батюшка? Не отлежал ли бочок батюшка? Будь здоров, ясное солнышко Будь здоров, король батюшка А вот велю вас всех сейчас выпороть Ой, что ты, царь батюшка Надоели вы мне? Очень надоели Ну, что ты, царь батюшка Ну, кто, ну, кто, кто, кто там кричит? Ну, чего ты кричишь, чего кричит? Пустите меня в корольную его милость Да нельзя, нельзя, король спит Чего ты ешь-то? А ты чего врешь? Я ведь не сплю Пустите старуху Пусти старуху Пусти, старуха Ну, что тебе надо? Здравствуй, король, твоя милость Ну, чего надо? Зачем пришла? Купи рыбу, король Какую? Зачем-то она мне? Купи, купи, не пожалеешь Рыба непростая Непростая? Как непростая? Ну-ка, прогони-ка этих своих придворных А ну-ка, одним духом все вон отсюда Давай, уходим Уходим, царь батюшка, только не гневайся Уходим Так Ну Ну, что это так за рыба? Ну, показывай Вот какая рыба Правда, я такой никогда у себя в королевстве не видал Слушай Так может, она у тебя ядовитая? Да что ты, что ты Прикажи эту рыбу зажарить Съешь ее И ты сразу начнешь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц Да, даже самый малый жучок что-нибудь пропищит А ты уж будешь знать, чего он хочет Будешь самым умным королем на свете Самым умным? Ну, что это можно Ну, давай Свою рыбу Давай, давай, давай Бери деньги и уходи Спасибо, король Давай Не пожалеешь Ух ты Вот теперь я буду самым умным на свете Я завоюю весь мир Самый умный король Неплохо Самый умный король И звучит хорошо На зеленой полянке я не вру никогда Потерял я ботинки, пустяки, не беда Потерял я ботинки на зеленой полянке Возле самой тропинки, пустяки, не беда Эй, Иржик С самого утра распивает, как птица Я не вру никогда Да бежал я до дома, пустяки, не беда А навстречу ботинки мне идут по тропинке Приминают тропинки, пустяки, не беда Я здесь, твое королевское величество Эти пустяки, не беда Зажарь-ка мне вот эту рыбу к обеду Ну и рыбина Это ж просто удивительная рыбина Сейчас зажарю Только без плутовства Если съешь хоть кусочек А попробовать? А если вдруг не дожарено? Если съешь хоть кусочек А если не досолено? Если попробуешь хоть кусочек Или подгорело? Если съешь хоть маленький кусочек Отрублю голову, понял? Все понял, твоя королевская милость Ну вот Иду на кухню Так Ну-ка поглядим, что за рыбина такая Чудеса Каждая чешуйка светится разноцветным огнем, как радуга Жалко чистить такую рыбу Ну да против королевского приказа не пойдешь Там и смех, и веселье Я не вру никогда Там кружат карусели Пустяки, не беда И танцует, как будто сам король Не обутый Босиком не обутый Ха-ха-ха Вот тогда Тут застыл я на месте Я не вру никогда Не пойти ли нам вместе Пустяки, не беда Я отлично станцую С королем я станцую Босиком я станцую Пустяки, не беда Рыба не румянится Не покрывается корочкой А становится прозрачной А кто же ее знает Зажарилась она или нет? Надо попробовать Как будто готова И нам кусочек И нам И нам Жареной рыбы Жареной рыбы Кто это? Никого нет Одни мухи И нам Жареной рыбы Жареной рыбы Кусочек Странно Раньше я не понимал О чем говорят мухи Ну ладно Надо остудить рыбу на окне Да подавать королю А денек-то нынче хорош Солнышко светит Гуси по траве шагают Куда пойдем? Куда пойдем? Куда пойдем? К мельнику На ячменное поле пойдем 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 Да это ж гуси говорят Теперь я кое-что Начинаю понимать Это непростая рыба Пожалуй одного кусочка Мне маловато будет Вот теперь покрасивее разложу на блюде И королю Рыба Готово Кушай король Ну как Иржик Вкусная рыба верно Не знаю король Я ее не пробовал Не пробовал Ну то-то же Иди Ну вам конечно ясно Что с тех пор как Иржик Попробовал чудесные рыбы Он начал понимать все О чем говорили друг с другом звери Он узнал что жизнь их Не такая уж легкая Как думают люди Есть у зверей и горе И заботы Иржик стал жалеть зверей И старался помочь Каждой самой малой зверушке Если она попадала в беду А король Король внимательно глядел На Иржика И все думал Попробовал он рыбу Или нет Однажды король Велел подать Двух верховых лошадей И поехал вместе с Иржиком На прогулку Король как всегда ехал впереди А Иржик за ним Горячий конь Иржика Все рвался вперед Иржик с трудом его сдерживал Конь заржал Иржик и король Тотчас поняли его слова Давай брат поскачем И перенесем с одним махом Через эту гору Хорошо вы Да на мне сидит этот Старый дуралей Еще свалится Неудобно будет Все-таки король Чего смеешься Иржик Чего ты смеешься На хал А я вспомнил Твоя королевская милость Как два пугаза вихры Ты чему-нибудь Другому смеешься Да нет Твоя королевская милость Нет Кто-нибудь Что-нибудь Сказал А я не слышал Да тут и нет никого Кроме нас с тобой Ну ты смотри у меня Все настроение испортило Я передумал Я могу передумать Или не могу Могу Вот я передумал Едем домой Как скажешь Твое величество Домой Так домой Домой Так домой Король конечно Не поверил Иржику Как только приехали Во дворец Он велел Налить ему Стакан вина Но смотри Сказал король Если не дольешь Или перельешь Прикажу Отрубить голову Король решил Отделаться От Иржика Он один хотел быть Самым умным На свете Взял Иржик Кувшин с вином И начал осторожно Лить вино В тяжелый стакан А в это время Влетели В открытое окно Два воробья Летают по комнате И на лету дерутся Один воробей Держит в клюве Три золотых волоса А другой старается Их отнять И кричат Кричат Вор 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 Они мои Они мои Не отдам Не отдам Я их подхватил Когда красавица Причёсывала золотые косы Таких волос нет Ни у кого на свете Отдай Не отдам Не отдам За кого она выйдет замуж Вот что кричали воробьи Потом они взъерошились И схватившись Вылетели за окно Но один золотой волос Выпал из клюва Упал на каменный пол И зазвенел Как колокольчик Ага Эх Ты пролил вино Теперь прощайся с жизнью Твоя воля король А чья же Конечно моя Да Постой Я передумал Я же могу передумать Могу На то я и король Подними-ка Вот этот золотой волос Какой волос? Где? Вон 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 Блестит на полу А я не вижу А Странный волос Вроде бы Из золота сделан Откуда он здесь? Откуда? А ты что ничего не слышал? Ну ладно Так вот Иржик Если ты найдешь Девушку Которая потеряла Этот волос И приведешь ее мне В жены Я тебя Пожалуй Помилую Все понял Отправляйся Пешком идти Возьми коня Да возвращайся быстрее До свидания Твоя волос Поехали Вот мы и до леса добрались Что это? Гарью пахнет И огонь Горит сухой куст Видно пастухи жгли костер Да не затушили Помогите Гарим Кто это кричит? Помоги нам Муравья Помоги Под кустом Муравейник оказывается Гарим Помоги нам Муравья Гарим Да как не помочь Это спустяшное дело Раз 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 Вот и пламя погасла Спасибо тебе Иржик Не забудем Своей доброты А если понадобится помощь Надейся на нас Иржик Надейся До свидания малыши Спасибо на добром слове Ну мой конь Поехали Хорошо здесь в лесу Прохладно Помоги Иржик К нам Воронят Мы выпали из гнезда Летать не умеем Как не помочь Давайте-ка я вас В гнездо подсажу Вот так Спасибо Вот так Спасибо Прощайте молодцы Больше не падайте Карр Карр Если что нужно Надейся на нас Надейся на нас Обошел я по света Видно прячется где-то Царство доброе Царство доброе Это Пустяки Не беда Да тут поблизости море А вот и рыбаки Да что это Они никак дерутся Моя сеть Значит и золотая рыба Моя А лодка чья Чья лодка Без моей лодки Ты бы и сеть не закинул Да бросьте вы шуметь Ребята Продайте-ка мне эту рыбу А деньги поделите между собой Сколько дальше Может и пробу продать Да вот вам все мои деньги Идет? Идет Идет Ну и правда Чего зря спорить Чего ты затеял Да бери свою рыбу На А ты Золотая рыбка Ступай-ка В море Спасибо Если нужна будет тебе моя помощь Надейся на меня До свидания Рыбка Спасибо на добром слове А куда ты шагаешь Добрый человек Куда идешь Да вот ищу невесту Для своего старого короля Велел привезти ему Красавицу С золотыми волосами А где ее найдешь Поможем Да и надо Красавица с золотыми волосами На всем свете только одна Вон Видишь Остров Где? Вон А на острове Хрустальный дворец Вон светится Видишь? Так вот там Живет золотовласка И ее Одиннадцать сестер Да все они Дочери нашего короля Так 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 А как же мне туда попасть? Да садись в лодку Да садись Садись Мы перевезем тебя на остров Садись Луиза Замок Ах Ну какой же замок Ах Так и блестит все Так переливается на солнце Ах Ну красота А с кем же говорить Насчет дочки С королем наверное Король Эй Король Кто зовет меня? Это я Иржик Мой король Прислал меня за твоей дочкой С золотыми волосами Он ее хочет в жены взять Ха-ха-ха Ха-ха-ха Хочет взять в жены Ха-ха-ха Прекрасно А он молодой? Нет Старый Добрый? Да Нет А вообще Как сказать? Ага Тогда согласен Ха-ха-ха Еще бы Старый Да злой Да чем не жених? Ха-ха-ха Я отдам за него свою дочь Но с условием Ты должен будешь выполнить Три моих задания Иди поспи с дороги Отдохни А завтра Придешь ко мне Хорошо спало с Иржику В окна дул всю ночь морской ветер Шумел прибой А иногда даже залетали на постель мелкие соленые брызги Спал хорошо Но понятно устал с дороги А как проснулся Сразу встал И пришел к королю Здравствуй, король Здравствуй Какие твои задачи будут? Ну что ж, Иржик Вот тебе Первая задача Носила моя Золотоволосая дочь Ожирели из жемчуга Оборвалась нитка И все жемчужины Рассыпались В густой траве Собери их все До единой Да Ну что ж Пойду, король, попробую Попробую, попробую Эх Ни одной жемчужины не видно Вот были бы здесь друзья муравьи Вот они бы помогли мне Мы тут Мы тут Мы тут Мы тут Чем тебе помочь Собрать жемчужины Мы мигом Держи Вот И вот А вот И еще И еще И еще Вот Еще Одна Держи Еще Держи Вот Еще Одна Все Больше ни одной Нет Неси Иржик Королю Спасибо вам Малыши Вы ведь и вправду помогли мне Король А король Я иду Ну иди Иди О Держи Держи Что Собрал Все до единой Все Сейчас посчитаем Держи 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 Всё верно. Ну, хорошо. Дам тебе потруднее задачу. Вот что, Иржик. Купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Достань его. Ну уж это я не знаю, король. Я уж не так хорошо и плаваю. А это уж не моя забота. Понятное дело. Ладно, попробую. Эх, была б тут моя золотая рыбка. Может, она и выручила бы меня. Не грусти. Я здесь. Видела я только что щупку золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду. Я буду ждать. Рыбка! Держи! Держи! Вот он, этот перстень. Держи. Ну, спасибо тебе, рыбка. Удивиться же, король. Я пойду отнесу ему перстень. Король! Эй, король! Я иду. Держи перстень. Ловкий ты, парень, Иржик. Ну, хорошо. Теперь реши мою последнюю задачу. Принеси мне живой и мёртвой воды. Живой и мёртвой воды? Да. А где же я её возьму? А это уж не моя забота. Я даже не слыхал, что такая есть. Эх, были бы здесь мои воронята. Уж они-то помогли бы мне. Каррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ну, что бы я без них делал, а? Бери вот в этой баклаге живая вода, а в этой чёрной мёртвая. Ну, спасибо вам, воронята. Спасибо. Король ведь глазам своим не поверит. Что и говорить, рад был Иржик, ведь это была третья, последняя задача. Идёт он через королевский сад и вдруг видит между двух деревьев чёрный паук сплёл паутину, поймал муху, убил её и сидит, сосёт мушиную кровь. Брызнул Иржик на паука мёртвой водой. Паук сложил лапки и упал на землю. Тогда Иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, разорвала паутину и полетела. На счастье своё ты меня оживил. Я помогу тебе в Хрустальном дворце. Спасибо, муха. Я как раз иду туда. Король! Эй, король! Я иду! Идёшь? Ну что, достал? Достал. Живой и мёртвой воды достал? Ну, просто чудо. Пойдём тогда в белый зал с золотым потолком. Там за хрустальным столом в хрустальных креслах сидят двенадцать моих дочерей. Все они красавицы, а золотоволосая одна. Угадаешь твоё счастье? А нет, пеняй на себя. Посреди зала в хрустальных креслах сидели двенадцать красавиц. На всех одинаковые длинные платья, а на головах белые покрывала, волосы и линии. И до того, похожи одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза. Где тут узнать золотовласку? Ну, выбирай. Угадаешь твоё счастье. А нет, уйдёшь отсюда один, как пришёл. Уж и не знаю, как мне решить твою задачу, король. Ну уж это не моя забота. Иржик, живо иди вокруг стола. Я тебе подскажу. Это? Нет, не это. А может это? Нет, не это. Я сяду на плечо золотоволоски. Вот это. Король, вот она. Ну, парень, твоё счастье. Сбрось покрывала, золотовласка. Ну и красавица. Никогда не видал такой. Королевна взглянула на Иржика и отвела глаза. Такого красивого, эстатного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово за конь, придётся ей идти замуж за старого, злого короля. Повёз Иржик невесту своему господину. Всю дорогу берёг её. Следил, чтобы её конь не спотыкался, чтобы холодная капля дождя не упала на её плечи. Грустное это было возвращение, потому что Иржик полюбил золотоволосую красавицу, но не мог ей об этом сказать. Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу и приказал быстро готовить свадьбу. Ну, от тебя, Иржик, я помилую. Хотел я тебя повесить на суку за слушание. Ведь я знаю, ты попробовал тогда волшебную рыбу. Надо так и быть. За твою верную службу прикажу я отрубить тебе голову. и наутро казнили Иржика. Зарыдала золотоволосая красавица, бросилась она к Иржику, и никто не заметил, как обрызгала она его живой водой. Иржик вскочил молодой, веселый, еще более красивый, чем был до казни. король увидел иржика и удивился, как это он ожил, да еще стал таким красивым. Король был хитрый старик, и тут же решил извлечь из этого случая выгоду. палач, где палач, палач, отруби мне голову, а потом пусть золотовласка оживить меня, и я буду самым молодым и красивым. Палач, руби. и палач с охотой отрубил голову старому королю. А вот оживить короля не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в нем столько злости, что никакой живой водой не поможешь. похоронили короля без слез, под барабанный бой, а так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика, ведь он был самым мудрым человеком на свете. А Златовласка стала женой Иржика, и они прожили долгую и счастливую жизнь. Так кончается сказка, которую я хотел вам рассказать. Сказка о злом короле и веселом Иржике, о красавице с золотыми волосами и о том, как звери отплатили добром за добро. Это очень старая сказка, но в ней всё-всё правда. Ну, какая бывает в сказке, конечно. конечно.